Здравствуйте, друзья! С вами преподаватель по школьным предметам Елена Владимировна. И сегодня мы разбираем материал 7-8 класса, примеры с корнями. Давайте посмотрим. Смотрите, друзья, вот этот пример. Значит, какая ваша основная задача? Смотрите, составители этого примера заложили внутрь каждого числа корни, которые вы точно знаете, нужно просто их обнаружить. Вот смотрите, я вам сейчас эти корни выпишу. В 75-ке прячется какой-то корень из того, что вы знаете. Вот тут 5-ка, ребят, конечно, там прячется 5 в квадрате. Давайте разложим корень из 75 на корень из 25 умноженное на 3. Это и будет 75. Точно так же поступим с 48-кой. Если поковыряться, то можно обнаружить, где сидит подвох. Вот сидит подвох. 48 – это 16 умноженное на 3 минус. Ребята, тут даже искать нечего. Давайте напишем. Конечно же, это 100 умноженное на 3. Итак, давайте еще разочек. Ваша основная задача – догадаться, какую загадку под корень поставил составитель этой задачки, этого примерчика. Он обязательно туда включит корень, который извлекается, и корень из чего-нибудь неизвлекаемого. Ну что, давайте посмотрим, выносим. Корень из 25 все знают, а умнички. Конечно, 5 вынесем. А останется корень из 3. Плюс. Корень из 16 мы тоже с вами все знаем. Конечно, 4 на 4 – 16. А корень из 3, конечно, останется. И минус. Товарищи, корень из 100. Правильно, 10. А корень из 3 останется, друзья. Равно. Давайте сложим 5 плюс 4. Сколько будет? 9. А 9 минус 10 сколько будет? А я всегда рассказываю такую историю. У вас было 9 тысяч рублей, например. А футбольный шикарный костюм для тренировок стоил 10 тысяч. А у вас было только 9. А костюм стоит 10. А сколько вам придется занять у вашего товарища Никиты? Вам придется 1 тысячу занять. Мы напишем минус 1, потому что занять – это минус. Вот 1 тысячи вам не хватает. А раз не хватает, значит, у вас ее нет. А раз нет, значит, минус 1. И корень из 3. Все, друзья, мы решили этот пример. Давайте возьмем еще один. Вот, смотрите, какой примерчик. Появились буковки, а система не изменилась. Нам надо вычислить, кто прячется в восьмерке и кто прячется в восемнадцатке. Давайте вычислять. Давайте восьмерку разобьем на четверку, умноженную на двойку. И п не забудем. Минус. Корень из 2p мы так и оставляем, потому что он уже все неоперабелен, что называется. Оставляем, как есть. И плюс. Ну, кто догадался? Восемнадцать. Что прячется? На что намекают? Да на девятку намекают, ребят. А 2p так и перепишем, потому что восемнадцать – это 9, умноженное на 2. Но ведь легко? Легко. Равно. Давайте смотреть. Корень из 4 мы знаем? Знаем. Двойку вынесем. А корень из 2p запишем. Минус корень из 2p оставляем. И плюс. Смотрите, корень из 9 мы знаем. Троечка, верно? Умнички. А корень из 2p мы напишем равно. Смотрите, вот чтобы вам проще было. Сколько здесь корней из 2p? Здесь 1. Корень из 2p. Все остается элементарное. Давайте сделаем 2 минус 1, а потом прибавим 3. Так как у нас здесь 2p, здесь 2p и здесь 2p, то мы на них просто внимания не обращаем. И все. Мы их просто потом перепишем. Итак, давайте 2 минус 1 – 1. А 1 плюс 3 – 4. А 2p напишем. Все, ребята, мы все решили. А с вами была преподаватель по школьным предметам Елена Владимировна. Ребят, трудные темы сейчас по дистанционному обучению. Пишем обязательно. Все расскажу, все видео сниму, все выложу. И удачи вам на контрольных экзаменах. Ребят, ни пуха ни пера. Субтитры создавал DimaTorzok